Государство имеет право изымать земельные участки в случае их неиспользования. Причем данная норма существует уже очень давно, но что нового, что именно сейчас обеспокоило граждан, почему эта тема сейчас поднялась и вокруг нее такой ажиотаж. Еще летом 8 августа президентам было подписано ряд законодательных актов, которые вносят изменения по вопросам земли и земельных участков их использования и освоения. Что именно изменилось? Так как я уже сказала, норма об изъятии участков в случае их неиспользования существовала и ранее, то теперь решили более усовершенствовать данный механизм, чтобы было понятно, какие именно земли будут относиться к неиспользованным и неосвоенным. То есть правительство установит перечень, согласно которому будут определены критерии неиспользованных земель и неосвоенных земель для последующего их изъятия. Многие граждане получили письма с предостережениями об изъятии их земельных участков, которые находятся у них в собственности как раз по причине их неиспользования. Данные предостережения приходят как на почту в виде письма почтовым отправлениям, так и на госуслуги. Что именно указывают в этом предостережении? Государственный комитет по земле и кадастру выезжает на место, то есть на ваш земельный участок и определяет. Если данный земельный участок ИЖС для индивидуально-жилищного строительства, то естественно на нем должны быть какие-то строения. Если на данном участке они не видят никаких строений и вообще никаких признаков использования, которые кстати сейчас не определены, но уже с 1 марта 25 года эти критерии будут определены и будет гораздо проще и легче изымать и определять, что этот участок действительно неиспользованный. И сейчас в предостережениях участки, например, с сорняками, без строений фотографируют и прикрепляют в виде приложения к данным предостережениям с требованием устранить нарушения, которые были выявлены, а в случае их не устранения последует изъятие земельных участков со ссылкой на норму действующего земельного кодекса. На самом деле многие ошибочно полагают, что это касается только земельных участков, которые, например, граждане получили бесплатно от государства или только земель сельскохозяйственного назначения. К сожалению, нет, это касается совершенно любых земель, земель населенных пунктов, сельскохозяйственных, как уже всегда это было. И при этом для всех этих земель будут для каждого из вида, в зависимости от назначения земли, будут определенные критерии использования и освоения этих земель. Даже земельные участки, которые вы приобрели за свой счет, который достался вам по наследству или который вам подарили, в любом случае вы обязаны соблюдать этот закон, иначе, как я уже сказала, последует его изъятие. Данный срок составляет три года и одним из плюсов является то, что хотя этот срок и определили, но для тех, кто получил право собственности на земельные участки до 1 марта 2025 года, то есть до вступления в силу новых изменений, срок будет отчитываться не с момента ими приобретения права на земельный участок, а с 1 марта 2025 года. Первое – это отсутствие фундамента в течение двух и более лет после получения права собственности. И также следующий критерий – это, например, отсутствие уже здания в течение только пяти лет и более. То есть государство ограничивает таким образом срок использования земельного участка для ИЖС по назначению, и таким образом здание должно быть выстроены или иные другие сооружения в течение пяти лет и более. Что касается земель с назначением для садоводства и огородничества, то здесь отсутствие в течение трех лет каких-либо мероприятий, которые соответствуют правовому статусу этих земельных участков по назначению имеется в виду. И второй такой яркий критерий – это захламление земельных участков более чем на 50% инструментами или предметами, которые не связаны с их освоением и назначением.